приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы увеличилось количество сообщений и вопросов по необычному явлению на растениях инжира необычное явление это превращение зеленых листьев в прозрачные белые салфетки один из наших зрителей написал мне в прошлые годы инжир был с зелеными листочками а вот в этом году все кусты и стоят в белых листьях с паутинками пробовал обрабатывать химическими препаратами уже несколько раз но результата нет хочется уже все оставить так как есть и бросить просто уже устал от химии надеюсь что хотя бы плоды созреют и урожай соберу вот именно эти несколько строчек отчаявшегося садовода заставили меня подготовить это видео и вот почему первый довод и причина подготовки этого видео да действительно в прошлые годы у инжира и я не видела никаких вредителей и очень радовались мы не обрабатывали только поливали и собирали плоды наконец-то в саду есть кустарники которые не надо обрабатывать говорил александр федорович и мы мирно проходили вот эти деревьях и собирали с них урожай но вот в позапрошлом году впервые заметили в начале июля на молодых листьях паутинки а под паутинками ничего не было видно как мы не разыскивали никого не нашли а не было видно по простой причине гусенички уже в то время окуклились и превратились в бабочек и бабочки вылетели из паутиных белых домиков оставив дырявые листья причем много дырявых листьев потом я начала вот искать днем если не видно то днем присматриваться трогала просто трусила побеги и начала замечать вот такой интересную в дневное время бабочки стали вылетать из-под листьев и вот тут я поняла что это и есть вредитель бабочки такие сероватые невзрачные на вид но очень шустрые быстренько прячутся если где-то проходишь и они взлетают и тут же где-то быстренько под листик а вот эти снимки с которых я начинаю сейчас видео мне удалось заснять у друзей вот этих вредителей инжира в период когда огневка а именно так называются эти вредители инжирная огневка и вот в это время огневка еще находится в стадии гусенички а на некоторых уже и плотные есть паутиные коконы и они кстати оказались уже пустыми бабочка значит уже вылетела таких массовых выходов в 2019 году я насчитала три в конце июня в июле и в конце августа но по первому пункту можно сделать вывод там где не было инжирной огневки раньше она обязательно появится все перемещается все движется с дождями с товаром с плодами все это обязательно появится там где ее нет и надо следить за растениями постоянно чтобы не пропустить заселение вот этого злостного вредителя ну а теперь вторая причина поднять эту тему об этом очень страшном вредители причина вторая именно утверждение что может все так и оставить плоды то целые пока на инжирах увы разочарую тех кто решил так и оставить растение один на один со злостным вредителем инжирная огневка будет продолжать размножаться если первое поколение вредителей повреждает только лисе то второе и третье поколение огневки поражают минимум 40 процентов а то и больше бывает что половина а у некоторых мне рассказывали садоводы что и больше половины плодов мало что остается для того чтобы их покушать они плоды тоже дырявит и плоды гниют жесткие становятся и невкусные поэтому это вот нужно вторая причина утверждение что не надо это все делать ничего не обрабатывать оставить и все будет хорошо нет нужно срочно принимать защитные меры ну а тут мы подходим к третьей причине сегодняшнего видео отчаявшиеся садоводы пишут ничего их не берет опрыскивали инжир уже два раза а листья через некоторое время снова покрываются паутиной да и плоды нельзя будет кушать срок ожидания химических препаратов месяц и более что же делать вырубать что ли инжир в этом году в саду вот это такой кусочек сообщения которое мне прислали еще несколько садоводов давайте рассмотрим еще и вот это утверждение наших коллег и рассмотрим этот вопрос более конкретно почему не работают яды в первую очередь высокая температура воздуха это ведь важный очень важный фактор сейчас при таких температурах когда в тени 38-40 и вот получается что при обработке даже при хранении на улице в тени 40 градусов уже теряется качество самого препарата а если я развести его и обработать кто-то делает это утром рано а еще один жаркий и утро уже жаркое август месяц именно отличая с этими температурами когда разводится второе и третье поколение выходят в инжирные огневки и получается что при после обработки всего несколько часов нужно для того чтобы формула вот этого яда расщепилась на совсем на другие части и другой уже другой препарат получается и он не воздействует на этого вредителя и конечно же от того изначального яда ничего не остается ну и еще кроме того яд превращается в другой материал который вредоносен как раз именно для окружающей среды и для человека ведь находится гусеница посмотрите вот под паутинкой и взрослая гусеница выбирает в основе целый лист и сгибает его краем край скрепив вместо сгиба паутины внутри сгиба сплетает еще и плотный паутиный кокон белого цвета и в нем окукливается то есть получается что мы обрабатываем а вредители изначательно капитально изначально защищены от внешнего воздействия от наших обработок что же делать снова этот вопрос возникает изначальный вопрос что делать и я уже пришла к биоинсептицидам пять лет ими обрабатываю и обрабатываю в том числе и инжир использую вот такие очень ценные биоинсептициды с органическим прилипателем в десяти литрах воды разложу по 50 миллилитров двух видов скарада м плодово-ягодные скарада м и картофельный скарада м ну и добавляю 15 миллилитров тесталип только органический прилипатель дает шанс трудиться невидимым живым помощником органическая пленка с которой попадают на листья вот эти наши помощники дает возможность препарату скарада м его живым участникам трудиться до 10 дней даже в жаркое время они проникают сквозь паутину и уничтожают личинки и гусеницы если попадают на бабочку тоже очень на всех разных возрастов то ли личинка то ли гусеница то ли бабочка вот это инжирная огневка на нее попадая вот эти живые помощники они ее уничтожают начинают размножаться внедряются в тело и уничтожают вот две обработки в месяц биоинсептицид с инсектицидными препаратами прошу прощения сложное слово препаратами кишечно-контактного действия позволяют нам удерживать растение инжира без вредоносных вредителей да еще и от соседей откуда прилетают но это уже не то количество мы все-таки удерживаем в основном наши растения здоровыми без вредителей мне кстати часто возражают что такой препарат который я называю скородем доступен только садоводам и огородникам украины но я хочу сказать и благодаря вашим сообщениям других странах уже есть био инсектициды но с другими названиями уже многие производители этих препаратов понимая что они не оказывают вредоносного действия на окружающую среду и людей и не вызывают резистентности у вредителей и растения можно обрабатывать в любую фазу развития культуры и вот это понимая они начали производить вот такие препараты но заботятся наверное и о себе от своих семьях и уже понимают что есть необходимость именно в этих препаратах и разные названия поэтому я не буду углубляться изучайте этот вопрос ну и самое главное био инсектициды уничтожают и яйца и личинки и гусениц и самих бабочек и взрослых вредителей у большинства чешуя крылых вредителей и если попадется и другой вредитель в это время на растениях инжира его тоже будут его тоже уничтожат наши помощники я пользуюсь кородем двух видов вместе с теста лип уже пять лет используйте для биопрепаратов органические прилипатели это совет и не уничтожайте очень ценный препарат они дорогие и многие мне пишут что у них они плохо работают они для прилипателя используют химические формы различных прилипателей они есть и химические сейчас и органические используют сильнодействующие моющие средства тоже хозяйственное мыло вот эти все дополнительные так называемые прилипатели которые когда-то использовались они воздействуют угнетающие на живых помощников вот этих препаратов ну что ж я по моему вот эти три причины которые доказывают что нужно это видео было сделать хотя у нас уже тема это раскрывалось я в начале когда я нашла этих вредителей изучала их поведение и разные способы с ним борьбы так вот прошу вас не отчаивайтесь не отчаивайтесь если нет препаратов местных магазинов переходите в интернет магазины скоро нам всем придется пользоваться интернетом время такое идет время новой эпохи которые можно в которую можно сидя за компьютером в доме заказать нужный препарат и получить его уже в короткое время на то ли новой почты то ли укрпошта или еще какая-то почта в другой стране уже идет такое время ну что ж я сегодня в этом видео остановили остановилась на таких важных направлениях этого вопроса что нужно делать какие препараты использовать но естественно обязательно нужно принимать меры причем срочно меры потому что и закончится не только тем что и плоды потеряете но и на следующий год и эти вредители уйдут в спячку в почву и уже первое поколение будет более массовым и уже в первом поколении на следующий год будут уничтожены большинство листьев на инжире и о урожае вообще даже мечтать мечтать можно будет но получить результат будет невозможно я на позитивной ноте все-таки надеюсь что вы тоже будете искать биопрепараты не будете сидеть и ждать что кто-то где-то то ли в магазине надеюсь что есть и такие уже предприниматели которые хотят помочь и заработать но скажу что это дорогие препараты но они стоят того если перерасчет я сделала перерасчет сколько химических обработок и сколько стоят хим препараты то получается что эти препараты выравнивается в цене но зато здесь меньше обработок и получаем экологически чистые продукты чистые плоды очень ценного витаминового инжира ну что ж раиса горяченко александр волик желают вам удачи будьте пожалуйста бдительны не оставляйте сад надолго без присмотра обходите всматривайтесь потому что кроме инжирной огневки инжира еще есть другие вредители они уже появляются ну если есть что есть то найдется тот кто будет есть но вот так и мне рассказывала одна старая мудрая дачница говорит все время надо быть бдительным ну что ж бдите и защищайте свои растения от тех кто хочет эти растения уничтожить или же съесть ваши плоды всего самого доброго до новых встреч в новых видео субтитры